Наш сегодняшний вебинар будет посвящен новинкам от компании «Супрема» и, в частности, терминалу для считывания QR-кодов. Содержание нашего вебинара. Кратко я расскажу о компании «Супрема», хотя она известна и достаточно популярна у нас в России. Расскажу про идентификацию по QR-коду, более подробно рассмотрю характеристики «Супрема» и «Стейшн» второго. Ну и также рассмотрю новинку от компании «Супрема». Это преобразователь сигнала «Супрема» – «Айрпол Патч». О компании «Супрема». Как я уже говорил, компания достаточно известна в мире и в России также. Основана в 2000 году в Южной Корее. Компания очень много инвестирует в разработки как оборудования, так и программного обеспечения. Многие разработки компании «Супрема» являются запатентованными, являются действительно базовыми вещами, за которыми потом подтягиваются другие вендоры, чтобы реализовать тот функционал, те задумки, которые сделала компания «Супрема» в своих устройствах. За время своего существования оборудование «Супрема» используется в более чем полутора миллионах систем по всему миру. И также огромное количество людей пользуется разработками компании «Супрема». Компания уверенно растет. Среднегодовой темп роста у него по 14-15%. Отмечена многими наградами, многими призами. Компания «Таралин», которую я имею в виду представлять, является официальным дистрибьютором компании «Супрема». У нас есть расширенная партнерская программа, по которой мы можем предоставлять значительные скидки нашим партнерам. Мы защищаем наши проекты, наших партнеров, наших заказчиков. Мы постоянно держим оборудование на складе, тем самым уменьшаются сроки поставки на конечный объект. В офисе у нас установлены демо-стенды, на которых можно посмотреть оборудование. Также на демо-стендах мы делаем макеты под конкретные задачи, которые выдвигает заказчик. Ну и также официальное дистрибьюторство представляет полноценное гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования. Кроме этого, мы являемся авторизованным сервисным центром «Супрема» и производим ремонт всей линейки оборудования от этой компании. Ну и перейдем непосредственно к идентификации по QR-коду и к рассмотрению устройства «Супрема» X-Station 2. Что касается самой важной, самой главной задачи относительно QR-кодов, это идентификация, в первую очередь идентификация по QR-коду. Сейчас ведутся разработки, и я думаю, что в скором времени, в ближайшей версии, для старого, мы уже увидим реализованную возможность проверять QR-кода в связи с ситуацией, сложившейся с пандемией. Соответственно, здесь мы рассмотрим большую степень идентификации по QR-коду. Когда будет реализована возможность проверки QR-кодов, как сейчас многие региональные власти требуют для того, чтобы человек посетил какие-то объекты, необходимо предъявить QR-код для подтверждения, что человек прошел вакцинацию. Это будет реализовано в ближайшей версии. Пока здесь реализована именно идентификация по QR-коду. Ну и непосредственно к устройству Supremo X-Station 2. Хочется сразу сказать, что это терминал, который включает в себя возможность идентификации не только по QR-коду, но также и по мобильному телефону, используя протокол NFC и Bluetooth. И также поддерживаются RFID-карты, как 125 кГц, так и 13,56 МГц. Информация в канале защищена, поддерживается протокол USDP, протокол передачи. То есть, соответственно, передается защищенная информация, потому что она шифруется. И еще есть интересная новинка. Это встроенная видеокамера, которая позволяет записывать журналы изображений. Более подробно я остановлюсь на ней чуть позже. Внешний дизайн достаточно интересный, как всегда, у корейской компании Supremo. Интерфейсы, поддерживаемые устройством. Стандартно терминал Supremo X-Station 2 подключается по Ethernet. Также данный терминал может быть подключен и как считыватель. Используется тогда интерфейс Wigan. Имеется 485-й интерфейс. Два входа, контролируемых входа по питанию. Одно реле. Имеется USB-порт. Также поддерживается NFC и BLE. Питание осуществляется от внешних источников на 12 и на 24 вольта. И также запитать данное устройство можно по POINT. Устройство оснащено мощным процессом и имеет достаточный объем памяти для того, чтобы хранить до 500 тысяч пользователей, именно шаблонов пользователей, 50 тысяч изображений, то, что схватит видеокамера, видеофиксация, идентификация пользователя, и до 5 миллионов текстовых логов событий. То есть достаточно емкое устройство. Supremo X-Station 2 имеет емкостной сенсорный экран. Соответственно, с помощью данного экрана можно производить настройки непосредственно на устройстве. И на небольших объектах его можно использовать автономно. Почему на небольших? Потому что сам процесс ввода, допустим, тех же самых пользователей, он на больших объектах достаточно трудоемким, если не будет использоваться программное обеспечение. А для маленьких объектов, где там есть несколько человек, то достаточно будет ввести человека. И с помощью сенсорного экрана также произвести настройки устройства, подключить его к двери. И вот там получится небольшая автономная система. С точки зрения дизайна данного устройства, можно создать собственную картинку для заставки на экран. И вместо стандартных часиков вывести логотип компании как вариант. Устройство имеет степень защиты АРП-65. То есть это от достаточно высокого уровня защиты. Диапазон рабочей температуры от минус 20 до плюс 50. Но я все время рассказываю по поводу вот этой границы минус 20 градусов. Дело в том, что устройство Супрема тестируется на предмет выносливости низких температур. В холодильниках, которые просто ниже 20 градусов не морозят. На самом деле устройство используется и в более низких температурах, где более низкие температуры. И достаточно надежное устройство с точки зрения именно работоспособности в различных диапазонах температур. С тема подключения, как я уже говорил, что данный терминал является и контроллером, и считывателем. Соответственно, его можно подключать для управления дверью. Он будет выполнять функцию считывателя и контроллера. Также его можно подключать по виганду к контроллерам сторонних разработчиков для того, чтобы данное устройство служило считывателем. Но надо понимать, что с точки зрения физического подключения еще необходима какая-то интеграция с точки зрения управления данным устройством. Поэтому мы в качестве базового программного обеспечения для настройки данных устройств Настоятельно рекомендуем использовать Biostar 2. Это родное программное обеспечение компании Supremo. Очень много сейчас вкладывается в разработку данного программного обеспечения. Появляется новый функционал, появляются новые возможности данного программного обеспечения. И, соответственно, это все реализуется на системах, построенных на оборудовании и программном обеспечении компании Supremo. Как я уже говорил ранее, устройство поддерживает идентификацию по мобильному телефону. Точно так же используется технология от компании Supremo. Технология формирования меток, технология доступа по мобильному телефону. Более подробно о данной технологии я буду рассказывать на следующих вебинарах. Попытаюсь сравнить основные параметры, ключевые параметры именно доступа по мобильному телефону, который представляет Supremo, и другие вендоры, решения которых мы представляем на рынок. Сам процесс присвоения QR-кода, я опять же повторюсь, что для идентификации пользователя и для систем контроля управления доступом достаточно простой. Сам процесс присвоения QR-кода, Диастарт 2. Первое, что необходимо сделать, это активировать устройство в Диастарт 2. Сам процесс, как это делать, у нас есть на сайте инструкции и видеоролики. Для пошагового рассмотрено, как активировать устройство в Диастарт 2. Вторым важным моментом является настройка электронной почты и установка параметров доступа к СНТ-серверу, потому что основным каналом передачи QR-кода для заказчика, для заказчика, я имею в виду посетителя, для сотрудника является электронная почта. Также в настройках электронной почты необходимо сказать, что будет использоваться этот механизм для передачи QR-кода и указать основные параметры письма, которым будет передаваться QR-код. Заголовок, надпись, то есть основные информационные данные. Дальше переходим к личной карточке посетителя или сотрудника. Обязательно, кроме фамилии, имени, отчества и других важных полей для формирования информации о сотруднике или о посетителе, обязательно указывается адрес электронной почты сотрудника или посетителя. Так как повторюсь, передача QR-кода пополняется через электронную почту. В разделе идентификаторы выбираем кнопку QR-код. Маленькое отступление. Хочу сразу сказать, что если строятся решения на базе Biostar 2, поддерживаются все виды идентификации, которые поддерживаются устройствами Supremo. Это и отпечаток пальца, и отпечаток, как правильно сказать, шаблон лица. Это Visual Face. Это новая разработка формирования 3D шаблона лица по фотографии. Очень интересная разработка. Карты. Ну и, соответственно, формирование QR-кода. QR-код можно ввести вручную. Карта ID. То есть можно сформировать цифровой код для базы для формирования QR-кода. Ну и также второй вариант – это сформировать автоматически QR-код. Сразу могу сказать, что можно использовать несколько QR-кодов для одного пользователя. Здесь нет ограничений. То есть есть хорошая закладка на будущее. Вы можете использовать как QR-кода, присвоенные пользователю непосредственно в системе контроля управления доступа, установленные на объекте, так и внешние QR-кода. Опять же, все зависит от того, как будет организована схема и логика доступа на объект. Будут использоваться внешние QR-кода, например, подтверждающие, что человек прошел вакцинацию или не будут. Здесь уже по каждому объекту разбирается конкретно, разбирается отдельно. Но сам функционал уже предусматривает, что вы можете создать несколько QR-кодов. Ну и дальше, после того, как все настроено, присвоено, пользователь на свою электронную почту получает QR-код. Далее этот QR-код может быть сохранен или как картинка, или распечатан на бумаге. И тот, и другой вариант приемлем. И, соответственно, пользователь предоставляет идентификатор терминалу. И дальше уже, в зависимости от настроек системы контроля управления доступа, проходит помещение, которое разрешено ему в соответствующем уровне доступа. Очень интересный функционал, который присутствует в терминале, это фотофиксация событий на терминале, ну и, соответственно, передача его в Biostar 2, так как Biostar 2 является базовым программным обеспечением от компании Supremo. В терминале есть встроенная видеокамера, и когда человек прикладывает идентификатор, будь то QR-код, будь то карта, будь то мобильный телефон, происходит фотофиксация события. Реализован механизм, когда система видеофиксации уже внедрена непосредственно в устройство, и тем самым снижает затраты на различного рода интеграции, на видеонаблюдение, что зачастую делается на объектах, чтобы подтвердить, что данный пользователь был действительно тем лицом, идентификатор, к которому принадлежит система контроля управления доступом. Это все хранится в архиве, можно посмотреть, можно выбрать. Это уже гибкие настройки возможности поиска, предусмотренные в Biostar 2. Следующая новинка – это преобразователь Супрема, AirFog Patch, преобразователь сигнала. Как он работает, для чего он нужен? Это устройство, которое преобразует сигнал, получаемый через БЛЕ с мобильного телефона, в радиочастотный сигнал. Это позволяет использовать мобильный телефон и технологию Супрема Мобил Аксесс на объектах, где уже установлены RFID-считыватели или сторонних производителей, или старые RFID-считыватели. И таким образом появляется возможность использовать мобильный телефон в качестве идентификатора, уже на установленных на объекте считывателях. То есть это, опять же, экономия с точки зрения модернизации системы. Как это все работает? В Супрема Мобил Аксесс формируется метка. Ну, опять же, когда я буду рассматривать эту технологию доступа по мобильному, я более подробно расскажу, как это все происходит. Сейчас я остановлюсь лишь на общих моментах, что есть портал, который создается в облаке самого предприятия. И в этом портале формируется метка. Формироваться она может как непосредственно в портале, так и через Biostar 2. У них между этими двумя программными разработками, я имею в виду портал и Biostar 2, есть очень тесный механизм взаимодействия. И, соответственно, по SMS или по электронной почте на мобильный телефон пользователя приходит мобильный идентификатор. На мобильном телефоне пользователя должен быть установлено соответствующее программное обеспечение, которое распространяется свободно и работает и под iOS, и под Android. Далее пользователь с присвоенным ему уровнем доступа через BLE-модуль передает эту метку на AirFop патч, который прикреплен непосредственно на считыватель. Происходит преобразование, и в результате уже на считыватель попадает понятная ему информация о метке на радиочастоте определенной. Устройство очень маленькое, оно не громоздкое, так как предполагается, что оно будет крепиться на считывателе. Размер его маленький, вес порядка 13 грамм, он легкий. Поддерживается версия BLE 4.0 и выше. И выходной тип RFID-карт, вот как раз преобразование, соответствует формату 1356 МГц Mi Fire. На данном устройстве, на данной вот этой таблеточке есть питание. Ну и также срабатывает световая индикация, когда идет в приложение карты. Устройство имеет степень защиты IP65 и может быть установлено на различных устройствах для организующих проход доступа. Это имеется в виду считыватели, это турникеты. Также ARFOPATCH может использоваться для доступа к принтерам, если у вас настроена система управления печатью. И также для доступа в персональные компьютеры. На сегодня все, что я хотел рассказать.